Станислав, видимо, Лось, хотя написано Пось, Крымский мост. Ну вот совсем недавно, несколько дней назад я говорил с предпринимателем, который участвует в этом проекте, их очень много. Проект позволяет подключиться к самым разным структурам. Я у него пытался добиться ответа на этот вопрос и, в общем, пришел к выводу, что и он воспринимает это как совершенно пропагандистский проект. Он знает обо всех случаях воровства, коррупции, возмущается, когда не ему достаются эти деньги. Это чисто пропагандистский проект. Лучше было бы, если бы они его делали из картона, потому что то снабжение, которое требуется для Крыма, оно вполне пока может осуществляться и переправами. Тем более, что экономика Крыма умирает. Люди уезжают, уезжают в Украину, уезжают в Россию. Время, когда Крым будет напоминать современную Абхазию, с электричкой, сквозь которую проросло дерево, время это приближается, жемчужина Черноморского побережья, превращенная Путиным в военную базу, базу для отдыха, как он говорил, шахтеров, но шахтеры уже туда не поедут. Это база военных силовиков, которые, понимая, что это ненадолго, но приобретают какую-то собственность в Крыму. Очень гордятся этим. Этот же самый предприниматель за бесценок купил чью-то собственность отобранную. Тоже очень гордится, меня приглашал. Это фейк. Фейк. Проблем там очень много, этот мост будет разрушаться, восстанавливаться. Ну, действительно, проще было бы его из картона сделать. Было бы дешевле. Но тогда бы никто не заработал. Тех миллиардов, которые они заработали, строя якобы настоящий мост. Экономическую ситуацию этот мост в Крыму не изменит. Проблема, так же, как и во всей остальной России, в том, что бизнес не может существовать. Малый бизнес, свободный бизнес. А в Крыму это особенно заметно. Значит, все крышуют различные бандитские группы. Мне иногда пишут об этом оставшиеся там предприниматели. Все это в ужасном нищенском состоянии. Какие-то деньги им удается зарабатывать, но понимают, что часть из них просто отнимут эти самые бандиты. Восстановление Крыма начнется тогда, когда оттуда уйдет Россия. И мост в этом случае не будет играть уже никакой роли. Это, я помню, в Измарлове я как-то наблюдал вот эти гигантские проекты, которые, фундаменты которых были заложены. Сталинские, сталинская идея о создании огромного спортивного центра для проведения спартакиата. Ну, все разрушилось, превратилось в ничто, бетон искрошился. Остались какие-то признаки строительства, проектов. Интересные разве что археологам. Так что развитие Крыма, процветание Крыма начнется тогда, когда он вернется к Украине. И я надеюсь, к тому времени сама Украина начнет эффективно, быстро развиваться. Граждане Украины проголосуют за Михаила Саакашвили. И все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...